Получивший прозвище королевская рыба Хьюи Пирс Лонг, родился 30 августа 1893 года в Уинфилде, штат Луизиана. Эти люди были далеки от богатства, но жили в достатке по сравнению с окружающим их населением. Родители Кьюи, Кьюи Старший и Каледония, зарабатывали на жизнь животноводством. У лонгов редко возникало особых проблем с тем, чтобы свести концы с концами, но у многих окружающих их людей это случалось с трудом. Это оказало большое влияние на молодого Хьюи. В одной из историй рассказывается о том, как, будучи восьмилетним мальчиком, он наблюдал, как его сосед потерял свой дом и ферму на аукционе. Когда сосед не смог вовремя погасить свой долг, фермер умолял вернуть ему его дом, клянясь, что выплатит свой долг, если ему дадут еще несколько дней на то, чтобы собрать деньги. Как раз в тот момент, когда шериф собирался остановить аукцион и удовлетворить просьбу соседа, кредитор сделал ставку, выиграв аукцион. Немедленно займитесь фермерством. Став взрослым, Хьюи долго вспоминал об этом событии, отмечая, что он пришел в ужас. Я никак не мог понять, в чем дело. Мне это казалось преступлением. Хьюи Лонг был с роковым губернатором Луизианы с 1928 по 1932 год и сенатором США с 1932 по 1935 год. В феврале 1934 года Хьюи Лонг стал с роковым губернатором Луизианы с 1928 по 1932 год и сенатором США с 1932 по 1935 год. Хьюи Лонг начал выступать за многие правительственные реформы и программы, направленные на то, чтобы остановить распространение коммунизма в Америке. Среди этих программ была его знаменитая программа «Поделись нашим богатством». Лонг представил свой план поделись богатством в эфире общенационального радио, заявив, «Мы не предлагаем делить богатство поровну». «Мы не предлагаем делить богатство, но мы предлагаем ограничить бедность, которой мы позволим подвергнуть семье любого мужчины». «Мы не будем говорить о том, что собираемся попытаться гарантировать семье какое-либо равенство или равенство нет». «Но мы действительно утверждаем, что одна треть от среднего уровня — это достаточно низкий уровень дохода для любой семьи, что должно быть гарантировано семейное благосостояние в размере около 5 долларов, достаточное для дома, автомобили, радио, обычных удобств и возможности дать образование своим детям». Он предложил увеличить свое личное состояние до 50 миллионов долларов и призвал ограничить годовой доход одним миллионом долларов. Полученные средства будут использованы для того, чтобы гарантировать каждой семье базовое пособие на домашнее хозяйство в размере 5 долларов с нулевым уровнем и минимальный годовой доход в размере 2-3 долларов с нулевым уровнем или 1-3 среднестатистической семьи. «Мы исходим из того, что 25 или более миллионов американских семей должны иметь приусадебный участок, дом и все необходимые удобства, включая автомобили и радио, а также все необходимое для жизни в этом доме». «Мы говорим о Америке, 12 миллиардов 500 миллионов долларов. Никто не должен быть слишком большим, никто не должен быть слишком бедным». Несмотря на то, что сказали бы некоторые оппоненты Хью и Лонга, Лонг никогда по-настоящему не интересовался каким-либо типом социалистической утопии. Однако его интересовало предотвращение бедности, поэтому ему никогда не придется быть свидетелем страданий людей так, как это было мальчиком в Уинфилде. Хью и также был убежденным религиозным человеком, его часто называли программой «Поделись богатством», чтобы она соответствовала Божьему закону. «И поэтому сегодня Америка игнорирует Божий закон». «Она позволяет, чтобы все богатства и доходы находились в руках немногих, и миллионы людей голодают в разгар войны». Очень много всего. Хью и часто выступал с критическими замечаниями в адрес социализма. Программа Лонга существенно отличалась от социалистической политики. В частности, программа «Распределение богатства» сохраняла концепцию частной собственности, а также стремилась избежать необходимости в какой-либо насильственной революции. Когда его спросили, является ли его партия коммунистической, Лонг ответил «Коммунизм? Черт возьми, нет-нет». Этот план — единственная защита, которая есть у этой страны от коммунизма. Лонг также назвал эту программу единственной временной мерой на пути к коммунизму. Лонг считал, что социализм и фашизм в Америке находятся на подъеме из-за Великой депрессии и неспособности правительства должным образом отреагировать на нее. Он рассматривал эту программу «Поделись нашим богатством» как единственную вещь, которая могла бы решить насущные проблемы, и много раз называл Рузлита коммунистом. Цитирую «Проведите съезд демократической партии» и «Съезд коммунистической партии вместе, чтобы сэкономить деньги». Несмотря на то, что его оппоненты называли Лонга коммунистом, законные американские коммунисты стремились дистанцироваться от Лонга и его доли участия в программе «Повышение благосостояния». Они верили, что его политика одновременно сохраняет капиталистическое предпринимательство и отвлекает интерес от их собственной партии. Одними из самых яростных критиков Лонга были видны американские коммунисты, такие как Сендер Гарланд и Александр Битлман. Они утверждали, что популистская риторика и выходки Лонга противоречит решительно антирабочей философии. Гарланд, например, отметил, что хотя Лонг построил тысячи миль дорог и множество мостов, государство платило своим рабочим всего 30 центов в час, что на 10 центов меньше, чем требовала администрация национального восстановления во время Великой депрессии. А сейчас мы расскажем вам о том, почему программа долгосрочного обогащения является именно такой, какой она должна быть, по мнению компании «Америка Один Стрит». Я давно понял, что как коммунисты, так и социалисты будут использовать ухудшающееся состояние американской экономики для того, чтобы пытаться получить хоть какую-то власть. Он знал, что они попытаются использовать отсутствие рабочих мест, бедность и инфляцию в качестве критики американского правительства. И попытаются склонить этих отчаявшихся американцев, они развращают свой образ мышления и пытаются сделать Америку похожей на репрессивную систему Советского Союза. Программа была основана на идее о том, что семьи должны иметь возможность жить комфортно, имея все предметы первой необходимости, в которых может нуждаться семья. Кроме того, следует отметить, что план распространяется только на семьи, а не только на кого-либо, что создаст стимул для создания семьи, что в наше время помогло бы снизить уровень рождаемости, который, казалось бы, снижается все больше и больше. Программа «Поделись нашим богатством» не только стимулирует создание крепких семей, но и позволяет их создавать. В наши дни средняя стоимость воспитания ребенка, родившегося у супружеской пары со средним уровнем дохода, составляет более 14,8 долларов в год на одного ребенка. Так что считайте, что средний доход домохозяйства в Соединенных Штатах составляет около 67,521 доллара. Это будет означать, что среднестатистическая американская семья будет тратить 65,776% своего дохода всего на троих детей. И им все равно придется покрывать расходы на бензин и другие предметы первой необходимости. Всего трое детей, это уже очень много по современным меркам, но это не что по сравнению со среднестатистическими четырьмя детьми, которых в 1950-х годах постоянно обеспечивал единственный кормилиц-отец. Короче говоря, программа «Доля богатства» станет оплотом против распространения коммунизма, создаст лучшие условия жизни для процветания всех американцев, создаст возможность иметь большую, здоровую и хорошо обеспеченную семью, численность которой сокращается за последние 50 лет лет. Программа «Поделись нашим богатством» ставит американцев на первое место не только в политическом смысле. Это ставит американцев на первое место там, где это имеет значение. Речь идет о доме и семье. Эта программа позволит снова сделать американские семьи великими и обеспечить все семьи, в которых ни один мужчина не будет слишком беден. По крайней мере, держать их в узде и действительно сделать каждого мужчину королем. Спасибо тебе за то, что ты посмотрел это видео.